Духожаканная подея. Сегодня у Петрикови у Рашиста открыли пожарное депо. У будинку разместится новая сучасная техника, что позволит значительно спростить працу воротовальников. Дмитрий Котов с подробностями. Былый будинок пожарного депо был узведенный еще в 50-х годах минулого 100 года. Зразумило, что с тягом часа он перестал, отвечая с сучасным потребованиям. Головная проблема была в том, что за невеликих габаритов у помешканья немогчимо было заховывать техничные сродки и вогнетушильные речи. Частку из них размещали в иншем будинку. Зараз працовать будет значительно легче. Починаючи с 2008 года, в органах и подразделениях по надзвичайных ситуациях идет активная модернизация парка техничных сродков и обсталевания. Новое депо побудовали каля администрации районного отдела по надзвичайных ситуациях. Его открытие – черговый крок на шляху развития Петрикова. За короткие термины райцентр сменився до непознавальности. Становшие смены начались в первую чергу после заявления горно-богачального комбината. Стали заявляться новые жилые домы, развиваться инфраструктура. И вот еще один знаковый объект. Данный объект позволит нашему отделу по надзвичайным ситуациям более слаженно выполнять те задачи, которые перед ним поставлены. В новом депо будуть працовать 32 воротовальники. У будинку разместится самая сучасная пожарная техника. Перасоны дизельный генератор, автолесицы, шатыры, аутоцистерны. Ключи от двух зых на урожистой церемонии урушают министр по надзвичайных ситуациях. Уладимир Вашенко и наместник генерального директора предприемства «Беларусь-Калий» Александр Михневич. Еще один подарунок от губернатора. Старшиня Абовы Конкама Геннадь Соловей дорит супрационникам ключи от автомобиля «Джили». У новом депо створены все необходные умовы, которые дозволят воротовальникам максимально эффективно допомогать людям при необходности. Министр по надзвичайных ситуациях Уладимир Вашенко сподяется, что все ж таки частей праца пожарных будет накирована на профилактику. В стране делается все, чтобы можно было помогать эффективно людям. И вот встречает государство, он сказал, как бы сложно ни было в экономике, но у спасателей будет и техника, и оборудование, и снаряжение, чтобы эффективно, высокопрофессионально, и, главное, оперативно помогать людям в павшем беду. И вот яркое подтверждение это здание. Конечно, мы благодарны и органам власти Комельской области, и трудового коллектива «Беларусь-Калий», которые выделили финансирование и сделали такое прекрасное здание. Конечно, есть все условия для несения службы, для качественной подготовки наших спасателей. После знакомства с материально-техничной базой гостям продемонстровали выступления воротовальника у Гомельшины и членов сборной в области по пожарно-воротовальном спорте. Завершилась урошистая шастка посадкой памятной аллеи «Пожарное братерство». Дмитрий Котов, Сергей Комко, телерадиокомпания «Гомель» с Петрикова.